Всем привет! И сегодня вы по названию уже поняли, о чем пойдет речь. Иногда я снимаю видео о материнстве, о материнстве в Турции. И сегодня такая тема, знаете, тяжело, конечно, признавать, когда ты не прав, признавать свои ошибки. Но мне хочется, чтобы другие люди тоже учились на моих ошибках. Возможно, для них это будет полезной информацией. И обязательно те, кто уже это прошел. У меня здесь очень много опытных уже прошедших, прожженных мам, у которых не по одному и даже не по два, а по три ребенка есть. И я хочу, чтобы вы в комментариях написали о своей ошибке, рассказали о них, чтобы вы, например, сейчас уже с высоты своего опыта поменяли в своем поведении, в своем отношении. Какие бы вы могли дать советы тем, которые только вступают на эту тропу или только готовятся быть мамами, или кто буквально недавно обрел это счастье материнство. Так что давайте приступим. Честно скажу, что у меня где-то первый год я была просто в прострации. У меня в легкой степени, но была пострадовая депрессия. Сам себе-то помочь в этом не можешь, потому что ты в состоянии, знаете, у меня было просто ощущение затуманенного мозга. Я бы так это назвала. Я была чисто заточена, знаете, ощущение робота какого-то. То есть мозги у меня особо не работали. У меня была заточка, вот я веду блог, я ухаживаю за ребенком, там, я не знаю, за домом условно. На остальное у меня всего больше не хватало. Там книжки читать, что-то, я не знаю, развиваться каким-то образом. Я вас умоляю, стоп, какое. И вот мои ошибки сейчас, что я бы уже никогда не сделала. Хотя, и меня даже мама недавно спрашивала, что почему ты это раньше не делала. Я реально вот пришла с идеи этого видео, что я даже не думала, что так можно. Вот из разряда, что так можно было, вот у меня были такие мысли. Я была бы хорошей матерью, если бы я понимала, что здесь, находясь за границей, большинству, не всем, большинству некому помочь. У вас нет мамы, тети, сестры рядом, прям близкого родного человека. Или я слышу историю о том, что у меня не могли родственники помогать мужу вообще никак, потому что они живут просто далеко. У некоторых не очень хорошее отношение с родственниками, или кого-то не принимают, или родственники помогают не так, например, как хочется тебе. Воспитание разное, культуры разные. И в принципе, реально, кто через это проходит, согласитесь, то, что методы, советы, которые нам дают наши мамы прошлого века, реально, 20-го, это уже многое не работает, технологии развиваются и все прочее. То есть эти советы уже не актуальны. И мать с ребенком может за границей именно остаться при таком раскладе, что и никому помогать. И я реально понимаю, что наличие уборщицы, помощницы по дому или няни, это не фривольность какая-то, желание, там, типа, у тебя деньги тратить некуда. Очень многие так рассуждают. Но, блин, реально, если бы она у меня была, эти два набора женщин, моя бы жизнь совсем по-другому сложилась. Я бы легче все это пережила. Для меня это первый год материнства был бы менее травматичен. Я бы быстрее пришла в норму, в свою моральную норму. Я реально стала нормальной. Учувствовать себя, что я обратно к себе вернулась, свое внутреннее я, свои какие-то желания. Я стала слышать только, когда у меня ребенок от меня отлип основательно и пошел в детский садик, когда делился от меня в три года. Так что наличие няни, либо помощницы по дому, либо все вместе сразу, если у вас есть на это финансовая возможность, однозначно, да. И переходим плавно к садику. Садик с трех лет по правилам в Турции. Я просто про Турцию, да, говорю. Здесь есть в частных садиках ясельные группы, может быть, и в государственных есть, которых детей берут с памперсами, там, где-то, условно, в два года. Если тебе тошно, у тебя пострадавая депрессия, ты уже лезешь на стену, ты потеряла свое я, ты уже реально неадекватный очень человек, ты принимаешь странное, например, решение, ты уже просто рыдать хочется от усталости. Я считаю, что никто не имеет права тебя осуждать за то, что ты ребенка отдала в ясле, в садик, хотя ты там, условно, не работаешь, могла бы им сама заниматься. Я таким людям всегда отвечаю, вы позанимайтесь, сядьте на мое место, поживите так недельку, дайте мне недельку отдохнуть, и я посмотрю, что вы скажете, отдаем ребенка в сад или нет. Это тоже моя была ошибка, я как дура ждала этих трех лет, и ничего не поменялось. Я ждала, что пройдет кризис в трех лет, ребенок от меня отделится и спокойно пошпарит садик, да нифига, ребенок не хочет отделяться. И для меня это была проблема, потому что ребенок ко мне очень сильно привык, у меня не было других рук, рядом родственников, которые бы его больше там, ну мы виделись периодически. Это было недостаточно такой социальной активности, у ребенка были друзья, там соседские дети, русские и так далее, но мама, мама, мама всегда. И отделяться в садик, это было ни разу не легко. Я поняла потом, что я тянула. В три года легче отделить от себя ребенка не будет, он все равно будет плакать, это будет целая трагедия, и это кризис, и это надо пережить. Никто от этого еще, слава богу, не умер. И оттягивая насчет, как я делала, вот не делайте моих ошибок, насчет трех лет, типа, ну там полегче станет, ребенок это переживает. И логически по книжкам, да, но ситуации бывают разные. Поэтому слушать укор, например, мам, бабушек, теть, да зачем тебя давать в садик, ты дома прекрасно сидишь, или мне вообще нравится этот аргумент, а я вот в садик не ходил или не ходила, и ничего нормальным человеком вырос. Ты, да, а как там твоя мама поживала, никто об этом не спрашивает, чего у нее с головой вообще было в тот момент. Ей было тяжело, наверное, да, никто об этом не спрашивает, не думает, не интересуется. И поймите, своим состоянием о нем заботиться будете только вы. Всем вокруг, в принципе, муж работает, там, родители иногда периодически там условно вам помогают. Как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит, твое условное дело, всем наплевать. Все больше волнуются, естественно, о ребенке, о его развитии и так далее. Поэтому ситуации бывают разные. Но если тебе не втерпешь, в плане тебе очень плохо, ты страдаешь, ты просыпаешься и хочешь реветь от того, что ты устала тупо жить вот в этом дне сурка. Но не просто там, ой, мне неинтересно, я хочу с подружками гулять, нет. Когда ты понимаешь, что ты, блин, просто уже не можешь в 50-й раз за сегодня отменять памперс, готовить эту кашу, у тебя просто тихо-купуре, хочется сесть и плакать. У меня было вот так. Я понимаю, что в тот момент, блин, надо было ничего не думать, а искать вообще пути решения, либо няню искать, либо отдавать уже в садик ребенку. Потому что так можно долго терпеть. Твое героистовое терпение никому не нужно, только тебе. Люди только дают советы, но по факту не участвуют. И как ты себя чувствуешь, что твои проблемы, твои заботы? Им наплевать на это, либо они этого не чувствуют, по тебе не видят. Это осознание приходит потом позже, например, когда ты можешь об этом рассказывать, делиться. О, мне так плохо было, или вот ты такое переживала когда-то. И все говорят, ой, да всем так тяжело и плохо. А потом уснятся, да не всем нифига. Потому что в нашем прошлом, в нашей истории, в Турции так же, здесь это в основном до сих пор. Но у нас мы жили более тесно. Рядом с нами были тети, дяди, кто-то поблизости жил. То есть ребенку все равно больше помогали. И остаться один на один у себя в городе, в своей стране, либо в чужой загранице, это очень тяжело. Так вот, няне, да. Ясли, если нужно, да. Уборщица по дому, помощница, да. Да, и самое главное, огромный вывод, это прям мое требование, девочки, если у вас есть минимальная возможность остаться, внимание, не с ребенком, не с мужем, а наедине с собой. Вот единственное, что мне восполняло раньше и до сих пор восполняет мой ресурс энергии, мой заряд, это когда я могу побыть сама с собой. Или бы делать то, что я хочу, отвечать своим желаниям, моя главная подпитка, потому что я раздаю себя всем. Я веду блог, у меня просто работа тяжелая в этом плане, да. Я эмоционально активна с людьми, я выслушиваю их проблемы, помогаю решать их проблемы. У меня очень много клиентов, которые после консультации к мне пишут в WhatsApp, записывают аудиосообщения. То есть вот это такое кураторство, оно даже есть после консультации, кто у меня на регулярной терапии, я ему и так помогаю, да. Вы представляете, это на все надо тратиться. У тебя ребенок, блог надо видео съесть, поснимать, что-то рассказать, там поделиться, да, муж есть и так далее. На себя вообще времени нет. И у меня до сих пор лучший отдых для меня это остаться одной и не делать каких-то просьб, не реагировать там на смс-ки, на звонки, на письма. Просто создать себе такой кокум, вакуум, я не знаю, как это назвать, и в это восполняет мою энергию. Только это мне помогает, больше ничего. Либо делать какие-то свои желания, хотелки выполнять в том плане, там, я мне классно пойти одной в одиночестве, не с подружкой рядом, а пойти одной попить кофе в кафе. Я просто кайфую. Мне нравится одной сходить в магазин за продуктами даже. То есть я, наверное, научилась из простой бытовухи какой-то находить вот это счастье, одиночество. Потому что я считаю, что у меня в порядке самооценка, и мне, естественно, комфортно очень быть одной, и мне от этого не хватает. Общество других людей, оно мне приятно, мне нравится, но определенный уровень его есть. Когда-то этого становится слишком много, это становится тяжело и напряженно, и меня энергия все высасывает из меня. Поэтому, девочки, если у вас есть возможность оставить папу с ребенком, пока он там смотрит, условно, в мультике телевизор играет с ним, сходите одна в ванну, зажигите себе свечку, насыпьте там, не знаю, соль для ванны, пену сделайте. И просто скажите, пожалуйста, ребята мои дорогие домашние, 15-20 минут, мамы нет, она исчезла. Ко мне не долбимся в двери, не присоединяемся, это касаемо ребенка, да. Да, простите, просто когда ты в туалет сходить не можешь без ребенка, у тебя долбится, мама, ты там надолго? Мама, что ты там делаешь? А ну-ка расскажи, вот эта вся история, да. У меня, кто знаком, скажем так, какие-то знакомые, либо мои клиенты, с моей семьей есть такое, кто как бы видел, как я общаюсь, скажем так, с моим ребенком. Например, иногда бывает, что если у меня вечерняя консультация, то ребенок иногда встревает ко мне. Очень редко бывает это табуированная тема, но бывают какие-то ситуации, когда можно зайти что-то спросить. И меня иногда девчонки спрашивают, боже, как ты так спокойно реагируешь? Ты как удав вообще, реакция просто, да, вот это очень простое правило. Вот для хорошей матери, не будьте плохой матерью, как я, как я к этому пришла, я восполняю свои силы. Я нахожусь, как сейчас модно говорить, в ресурсе всегда. И я прекрасно поняла, что если я не отвечу на вопрос ребенка, и даже не в возрасте, почему-чек, хочу-чек и всего прочего, когда у него в миллион вопросов, проще ответить, и ребенок от тебя сразу отстанет. Погаси ты его вот это желание и потребность здесь и сейчас. Ты ему отвечаешь на вопросы, говоришь, но только смотри, я сейчас занята, давай я закончу, и мы с тобой продолжим. У меня такие фразочки могут быть, да, или я к тебе там обращусь, или там делегирую, обратись к папе и так далее. Ну просто ответьте ребенку. Я очень часто вижу на улицах, когда дети дергают на ответе или сделай, ну пошли туда, да, да, они же будут так до конца. Да истерик, зачем до этого доводить? Ну ответьте вы на вопрос ребенка, ну дайте ему то, что он хочет. И это не момент воспитания, типа, он не должен получать все быстро, что он хочет. Да разве? Ну-ка вспомните, как родители с вами сейчас в детстве в вашем общались, что вы сейчас делаете. Вы, скорее всего, пациентов 80 повторяете поведение воспитания своих родителей. А вам от этого классно? Даже потом вырастают проблемы с услышать свой истинный внутренний голос, свои желания. Мы же их подавляем, как взрослые, не отвечая на эти вопросы простые. У ребенка, как правило, нет чего-то там глобального, страшного вообще, что вы не сможете реализовать. Как правило, это все очень простое и досягаемое. Вот тоже мой такой совет быть идеальными родителями, чтобы вам ребенок не выносил мозг, когда он начинает разговаривать. Отвечайте просто на вопросы, удовлетворяйте его сейчас потребности. Вам будет легче от этого. Ничего страшного урона никакого воспитания не нанесет. И последний пунктик хочу обратить внимание про садики. Многие же хотят быть идеальной мамой, быть хорошей. На самом деле это вопрос самооценки. И как вариант поднятия самооценки матери реализуются в своих детях, стараются быть идеальными, хорошими. Тоже нездоровая история очень идет. Надо позволять себе быть плохой, быть не в попад, быть не такой, как от меня просят общество или родственники советы раздают и так далее. Я себе позволяю это. Про садики хочу затронуть. Меня часто спрашивают, ой, кто переезжает, кто берут консультации и по поводу переезда со мной консультируются, налаживание жизни в Турции, этих особенностей. И у кого есть дети, спрашивают, что там русские школы есть? А садики? Садики русские? У меня вопрос, девочки, если вы в Турции русские садики, они есть в Стамбуле, в крупных городах, они практически там во многих районах практически везде есть. А вопрос, зачем они вам нужны? Если вы, например, рожаете ребенка в Турции, планируете отдавать его в турецкую школу, зачем ему русский язык в садике? Чтобы он знал язык? Ну, у него же есть дома мама на это. Вы понимаете, что создавая искусственную русскую среду, вот, не знаю, где постучать, у меня ребенок идеально, прекрасно, обширно. Это его, в принципе, индивидуальный талант, но очень хорошо говорит по-русски. Так же, порой лучше, чем словарный запас богаче, чем у детей в России. Сижу только по моим подругам и родственникам, кто дети в России живут. Ну, это и талант ребенка говорили бы очень, но все равно. И не ходит ребенок в детский садик русский. Достаточно турецкого садика. И я одно скажу, хочу предупредить, кто именно ищет русскую среду для ребенка. Вам ребенка отдавать в турецкую школу, прислушайтесь. Я уже слышу, у меня ребенок подрастает, и ровесники там идут в школу, я от мам. Слышу историю о том, что ребенок по-турецки плохо говорит, хотя родился, жил в Турции, ходил в русский садик. У него мало словарного запаса, он не все понимает, что говорит учитель или требует в школе. Смеются одноклассники, там ребенок подтормаживает, ему трудно переваривать информацию и так далее. Это дополнительный искусственно созданный кризис для ребенка. В принципе, он идет в новый коллектив, в новые условия, отрывается, скажем так, от своего детства садиковского. А сейчас у него куча вот такая проблем, вы ему ее дарите своими руками, создавая ему искусственно активную русскую среду. Зачем? Общаясь с ребенком, говоря, ему этого достаточно. Но как общаться? Когда у меня спрашивают, а как ты ребенка разговорила, вот этот словарный запас, все очень просто. Книжки, мультики, сказки, музыка, песенки какие-то в интернете и книжки. Мне ребенок обожает читать книжки, мы читаем, я их начала читать вместе. Может, это тоже генетика, у меня муж обожает читать, я иду, у дочек прям мозгами, математика, книги, это вся ее история. Так вот, вот это говорение, словарный запас, мы не просто читаем книжку перед сном, сказку какую-то. Я задаю мужа, как психолог, по ней вопросы. Что было в сюжетно-ролевое, чтобы логика была. Что было? Кто что делал? Какие эмоции переживал? А как надо? А как бы ты поступила в этой ситуации? Или как надо поступать в такой ситуации? Какой-то урок должен быть. И у нас есть такая игра, мы играем, это моя мама придумала для дочки. Создаем, когда скучно, или куда-то едем, или в ресторане там сидишь, и как-то ребенка надо занять. Не телефон, чтобы ему, или планшет давать. Мы играем в такую игру, создаем, придумываем сказку по очереди, или по ролям. Кто-то кусочек сюжета, потом второй. И вот такая, в общем, какая у нас там компот получается из сказки. Каждый додумывает чуть-чуть по очереди. То есть работает мозг на самом деле. Фантазия, речь. Если ребенок делает речевые ошибки, неправильно ставит ударение, окончание, склонение какие-то и все прочее. Я просто здесь корректирую, говорю, надо сказать вот так. Все. Весь секрет. Не надо в садик русский отдавать. Потому что потом создается проблема. Домашнее в общении по-турецки с отцом, с дедушками, с бабушками, с тетями. Это будет не очень достаточно для школы. Если ребенок идет в русский садик, отдавайте в турецкие садики. Ничего там страшного, плохого. Если вам ребенок потом спасибо скажет, вы ему один кризис снимете. А если вам принципиально, чтобы по-русски говорил, ну занимайтесь сами с ребенком. Этого достаточно. Но просто вот если мы взвешиваем плюсы и минусы на весах, да, минусов отдавая в языковую среду, обширную в русскую, больше, к сожалению. Это удобно. Это вам как. Это страх отдать в русский садик. Зачем я отдаю, да? Чтобы ребенку было комфортно, чтобы он был в этой среде, в этой культуре, знал язык. Вопрос, а ребенку это надо или это надо вам? Или это ваши комплексы, ваши страдания вы на ребенка переносите? Тогда уж скажите, признайтесь, мне здесь некомфортно. Мне не хватает русскоязычного общения. Мне не хватает моей культуры. Поэтому я ребенка хочу туда обширно прям запихнуть, чтобы он две культуры знал. Логично. Но это не желание ребенка. И вы должны воспитывать его. Он должен жить исходя из своих интересов. Вот про кризис потом в школе. Проблем с языком. Недостаточно богатая речи турецкой. Подумайте. Что здесь плюсов меньше? Какие интересы ребенка? Что ему полезнее будет? Пишите ваши комментарии, советы под видео. Вот такое видео получилось. Я не идеальная мать. Пожалуйста, не допускайте моих ошибок. От чистого сердца искренне вам желаю. Рассказываю самое сокровенное, такое интимное, что у меня есть. Чем могу поделиться только с самыми близкими подружками. Спасибо за внимание. Жду ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.